МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в чем самая главная цель этого года? Тем более, что фестиваль в 14-й раз проходит в год театра. В этот раз так удачно совпало. Дело в том, что цель... Мы уже третий фестиваль посвящаем отдельной республике, или же стране. То есть у нас была республика Саха-Якутия. Один фестиваль мы посвящали, один мы посвятили Казахстану. И вот в этом году мы посвящаем республике Башкортостану. Ну, так это ваши соседи? Это наши соседи. Плюс действительно у них этот год совпал с годом театра. 100 лет театру имени Мажиты Гафурии. Потом 100 лет образования республики Башкортостану. И 100 лет еще на Уставе Карима. То есть это такие три даты, крупные даты. И мы, конечно же, с большим таким воодушевлением посвятили этот фестиваль в этом году Башкортостану республике. И там будут участвовать почти все театры, драматические театры, и кукольные в том числе, представленные на этом фестивале. Конечно, играют, хотя это все тюркская группа, я так понимаю, да, играют на родном языке. А если что-то непонятно, то присутствуют титры. Как это все происходит? Есть перевод. У нас все залы радиофицированы. То есть переводы есть. Да, на всех площадках. На всех площадках. Какой спектакль вы представляете? Мы представляем спектакль, который был номинирован на «Золотую маску». И это «Жизнь». Это спектакль нашего театра. Постановки молодого режиссера, выпускника Гетиса. Это мастерская Сергея Женовача, Айдара Забарова, спектакль. «Жизнь» – это по произведению нашего классика «Гайза из хокки». Ну, это где-то начало 20 века история. Вы учились в Москве. Уже минимум два десятка лет работаете в Татарстане. Насколько вы понимаете, что границ настоящего театра не существует? Насколько Чехов, родственник Камалу, одному из основоположников татарской драматургии, татарского театра, насколько, в общем, все это однокровь театральная? Дело в том, что татарский театр действительно возник благодаря русскому театру. Русскому театру, которому сейчас театру Качалову у нас 200 с лишним лет. Сейчас боюсь ошибиться по датам. Казанскому театру им никак. Казанскому театру, да. И есть такие документы, любопытные, интересные, что, например, русский театр в конце 19-го, начало 20-го века были посвящены несколько дней в месяце специально для зрителей татар. И таким образом татарский зритель приучался к театру вообще. Вот. Потом вы назвали и Голиас Каракамал. Голиас Каракамал занимался переводами, и в том числе переводами пьес Островского и Мольера в том числе. Вот. Поэтому это все так взаимосвязано. И, конечно же, и, конечно же... Например, у нас сохранилась, есть телеграмма от Константина Сергеевича Станиславского нашему театру. Да, реальная телеграмма, она есть. Вот. Ну, то есть это такая связь, ну, я не знаю, очень глубокая и такая естественная, органичная. Фестиваль носит красивые имена Аурус. Это очень важный праздник. Новый день, да, по сути. Это праздник символизирующий. Новый год, да. Новый год. Весна, праздник весны. Да, приход весны, обновление. Да. И, безусловно, ну, конечно, это хорошее название и очень символичное, потому что каждый фестиваль – это новая программа. В этом году, вот буквально через несколько дней, это 1 июня будет, фестиваль открывается Мольером. Да. Да, в очень интересном, я надеюсь, прочтении. Что это будет за спектакль? Мы были в том году приглашены на фестиваль Ноттера в Бухаресте. С директором мы ездили туда и видели живьем этот спектакль. Конечно же, это было очень интересно, потому что поставил спектакль Роман Феодорий, наш российский режиссер, очень талантливый человек. И, конечно же, сразу же из всех, все программы, которые там были, она была интересная. Там было очень много интересного, но может быть, потому что я очень люблю Мольер, я не знаю, но мне этот спектакль очень понравился. Мы сразу тут же, там же договорились о том, чтобы он приехал на Врус. А это микс текстов самого Жанна Батиста Покляна? Да, там и Булгаков, да, и микс из нескольких пьес Мольера. Вот это история. Ну, очень такой живой, лихой, я бы сказал, спектакль. И действительно, румынские актеры, они очень как-то близки, может быть, даже эмоционально нашему театру. То есть это очень такая залихватская игра. В фестивале будут принимать этнические спектакли? Да. Тексты классические, но не светские, скажем так. Ну, вообще на фестивале Навруз в основном это и вызывает огромный интерес, потому что, например, театры из Якутии, из Тувы, и они открывают фестиваль первого числа, потому что официальное открытие второго числа, такой на площади, такой помпезный, а первого числа приезжают вот они. И это действительно, и Якутия, и Азербайджан, это будет очень интересно, мне кажется. Это каждый год интересно. Скажите, пожалуйста, а президент Татарстана приходит в ваш театр, он смотрит какие-то премьеры? Хочу сказать, что был юбилейный фестиваль, и он приходил на открытие фестиваля. Они были вместе, сидели с Львом Абрамовичем Додиным, и была замечательная совершенно актриса из Якутского театра Степанида, она пела на улице, и тогда Рустам Нургалевич, президент, как-то очень высоко оценил этот фестиваль, и самобытность и отдельность этого фестиваля от остальных фестивалей. Я почему спросил, потому что я довольно часто бываю в Татарстане, и я ощущаю, что искусство и музыкальное, и драматическое, и национальное, народное, чувствует себя очень неплохо. Очень неплохо. Поддержка очень серьезная. Да, поддержка очень серьезная. И есть еще одно слово, напрашивается, очень спокойно себя чувствовать вот в этом отношении, без нервов. Ваши гастроли по России, в Петербурге, в Москве, как часто они бывают? Хотелось бы чаще, или вас все устраивает? Гастрольная деятельность, жизнь театра очень насыщенная, потому что, вот, например, сейчас будет фестиваль в Санкт-Петербурге «Радуга», куда я приглашу, спектакль. Также параллельно в Уфе идет фестиваль «Туанлах». Опять наш театр едет. На Олимпиаду приглашен наш театр в октябре. В Санкт-Петербурге Олимпиада, международная театральная Олимпиада, мы едем туда со спектаклем. И в Грозном будет фестиваль в сентябре, фестиваль федерации, также мы туда едем. Это Чеченская республика? Да, в Грозном. И также в Бухаресте, мы где-то в октябре должны поехать тоже на фестиваль. Я знаю, что есть театры в некоторых странах, где существуют определенные нормы, не позволяющие артистам, например, раздеваться. То есть, ну, сдерживающие факторы, причины которых мы не будем сейчас обсуждать. Насколько в этом смысле свободен ваш театр? И необходимо ли это? Или можно обойтись без, так сказать, излишних каких-то жестов? Я думаю, что если можно обойтись, то зачем это делать? Ну, если можно без этого обойтись, зачем это делать? А если нельзя? Ну, тогда надо делать. Надо делать. Ну, конечно, есть какие-то ограничения, но они не внешнего порядка. Я думаю, что они где-то больше сидят. Внутреннего порядка. То есть, это не значит, что вот этого нам нельзя, мы это категорически не принимаем. Это где-то внутри сидит. Современная драматургия российская представлена в вашем театре? Или есть театр Качалова, и это их епархия? Современной драматургией мы занимаемся, стараемся заниматься своей современной драматургией. Сейчас вот в малом зале готовятся сразу три спектакля по пьесам современных драматургов, девушек, женской драматургии. Вот. Мы хотим где-то в один день сразу три пьесы сыграть, там в 12, 15 и в 18.00. Есть конкурс драматургии, он сейчас немножко переформатирован, он как бы конкурс-лаборатория, куда мы приглашаем российских драматургов молодых, которые работают с нашими молодыми пишущими людьми, я бы сказал, потому что драматургия это очень серьезные как бы звания. Надо его еще заслужить. Да, поэтому я так сказал, пишущие люди. Расскажите о вашем театре, театру больше ста лет. Какая основная проблема, если она существует, и какое самое важное достижение, на ваш взгляд, ну, по крайней мере за то время, что вы руководите театром? Проблема драматургии, это как-то так плавно сейчас это слово перешло. Конечно, проблема основная – это проблема драматургии, проблема текстов, современных текстов. Ну, я думаю, что это всегда была проблема любого театра. Но национального, мне кажется, особенно. Потому что самое, самое, ну, не то чтобы опасное, но настораживающее – это вот эта вот такая местечковость, замкнутость на только своем, знать только о своем, страх, боязнь допустить чего-то инородного. Вот. Это все, это все как-то влияет. И на драматургии в том числе, на мышление от пишущих людей. Вот. Но, а с другой стороны, достижение, что да, мы как-то за последнее время распахнулись, и сами распахнулись, и появилось у нас очень много возможностей выезжать, видеть, смотреть, общаться. В общем, мы как-то внедряемся в какое-то такое уже более широкое театральное пространство, в наш театр. Когда вы учились в «Гитисе», сколько сезонов, говоря театральным языком, сколько семестров вам удалось пообщаться с Марией Осиной и Кнейбель? Один. Один. Один год. Один год. Это был последний ее набор, был последний выпуск и последний набор. Ну, повезло вам застать. Да. Я попал к ней, что достаточно редко, на консультацию первую. Ничего себе. Да, они сидели вместе с Михаилом Михайловичем Буткевичем. Тоже очень, я считаю, один из великих педагогов. Ну, семья воспитанников режиссеров Кнейбель, она, не скажу, очень многочисленно, но очень внушительно по личностям. Это, конечно, режиссеры очень серьезные. Конечно. Конечно. А какой-то эпизод запомнился с ней? Ну, допустим, конечно же, на вступительных экзаменах очень сильно волнуешься и зажимаешься. И я помню, я зашел, это была маленькая аудитория, где сидела Мария Осиповна и Михаил Михайлович Буткевич. Нужно было читать программу. Вот. Я что-то прочитал, то, что читали уже, наверное, сотни абитуриентов. А я еще перевел с татарского на русский басню одну. И вот, когда я смотрел на слушающих Мария Осиповна с Михаилом Михайловичем, я понял, что чего-то не хватает. И я говорю, а вот можно я прочту вам еще одну басню? Я был очень... Я волновался страшно. Басню Габлыша Мукова. Они такие, а кто это такой? Вы не татарском будете читать? Нет, я говорю, я вот сам попробовал перевести. И вот тут Мария Осиповна, видимо, видит, что я страшно волнуюсь. Страшно просто волнуюсь. Она говорит, Миша, он сам перевел читать. И вот это мне дало такой какой-то стимул. Она это умела делать. Она умела взять вот какой-то таким просто взглядом, просто интонацией и как-то расслабить человека. Спасибо вам, спасибо вам, Фарид. Мы говорили о Международном театральном фестивале «Наурус». И сегодня в главной роли Фарид Бекчентаев, главный режиссер Татарского академического театра и председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Продолжение следует...